Здравствуйте! В студии Наталья Бруй, в эфире новости региона. Когда умеешь сам, научи другого. Под таким девизом выбрали лучшего молодого специалиста, которые, казалось бы, и сами совсем недавно сидели за партой. Более подробно расскажет Анастасия Сташкевич. Когда профессионализм приходит отнюдь не с годами, 12 преподавателей нашего района состязались в конкурсе «Молодой педагог-2017». Финал прошли только семеро. Для этого участникам в первом этапе состязания необходимо было прислать портфолио с подробным рассказом о себе и провести интересное занятие. Затем уже перед зрителями каждый конкурсант провел мастер-класс. Здесь фантазия учителей разыгралась не на шутку. Публике было предложено пройти путь в квестовый десант, а также узнать новомодные методы изучения английского. Больше всех повезло сладкоежкам. Для них наставники придумали приятный способ тренировки дикции. Ваша задача – удержать конфету на кончике языка. Да, да, это счет три. Мы кладем конфету на язык, тем самым потренируем мышцы языка. Это все приходит словно. Не держу, не держу. Прошло, не держу. Да, не держу. В номинации мастер-класс у меня были представлены упражнения, которые, соответственно, я использую в своей профессиональной деятельности. То есть это как учитель-дефектолог, это развитие мышечного аппарата, артикуляционного. Ну и упражнения, соответственно, на снятие напряжения, так как, ну, довольно-таки мы все находимся в стрессе, да, и вот эти упражнения очень актуальны. В следующем этапе перед педагогами стояла немного иная задача – выступить с творческим номером на тему реклама «Двигатель образования». И снова не обошлось без креатива. Песни, танцы, игры – в общем, все ради детей. Правда, случались и конфузы. Ну, из ключевых заданий в своем выступлении, которое, в принципе, должно было иметь какую-то интригу, вот, я его просто забыл. Вот так я справился со своей тревогой. Вот, после того, как я вспомнил, что я забыл, я, естественно, начал еще больше нервничать, но потом понимал, что уже близится конец, поэтому как-то решил харизмой взять, так сказать. Не теряться – это тоже профессионализм. Однако лучшим молодым педагогом жюри признала учителя немецкого языка Олеся Куделко. Анастасия Сташкевич, Наталья Бруй, Игорь Стришкин, Слуцк ТВ. Пионеры Случины собрались на районный отчетно-выборный пионерский слет в средней школе номер 8. Подробности в материале Алексея Потапова. Пилотки, знамена, красно-зеленые галстуки. На непогодам серьезных лицах детей – волнение. Но взрослые, кажется, взволнованы не меньше. Все, что они видят, до боли напоминает им их молодость в некогда существовавшей на карте мира огромной стране. Страны то и нет уже четверть века, но то светлое, что от нее осталось, в 8-й школе Слуцка попытались сберечь. Теперь память взрослых в лицах их детей. Сегодня, 17 мая, проходит отчетно-выборный слет Белорусской республиканской пионерской организации, посвященной 95-й годовщине нашей организации и, конечно же, посвященной празднику 19 мая – Дню пионерии. Сегодня здесь собрались пионерские дружины всего района. Здесь проходит отчет пионерских дружин о проделанной работе с 2015 по 2017 год. Также проходит награждение лучших пионерских дружин за участие в различных творческих конкурсах и пионерских конкурсах. И, конечно же, здесь лучшие представители показывают свои музыкальные номера. В Беларуси пионерская организация существует уже 92 года. Первый детский отряд появился в 1922 году в Минске. В идеологической системе СССР всесоюзная и белорусская пионерия всегда имела особое значение. Война с нацизмом увековечила имена Марата Козея, Петра Клыпы и других пионеров-героев не только в камне, но и в сознании советских детей. Времена изменились, идеалы тоже. Не изменилось главное – отношение к своей стране и себе самому. Сегодня торжественный день. Сегодня нас в пионерию приняли 15 человек. Пионерия для меня значит – это почетно, всегда быть первой для всех примеров и участвовать в всех конкурсах. Все эти дети – виновники торжества. Сегодня их день и их праздник. Не каждый согласится, что пионерия в Беларуси 21 века нужна, но каждый, что она сближает детей и плохому точно не учит, а значит ей есть место. Пример тому – успехи детей, да и число пионеров в районе пока растет. По итогам последней перерегистрации, по состоянию на 15 мая 2017 года, численность района пионерской организации составила 6 880 человек. Из них 2325 учащихся являются октябряными, 4555 – пионеров. Процент вовлечения детей 7-18 лет в пионерскую организацию составляет 80%, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Доклады – обязательная часть отчетно-выборной конференции, но вскоре динамики привносит более интересная музыка и танцы. Ну а завершилось все по традиции награждением самых талантливых ребят, среди которых победители районных и республиканских конкурсов. Мы желаем всем пионерам здоровья, удачи, счастья, радости, любви, везения, здоровья и всего самого наилучшего. С Днем Пионерии! Алексей Потапов, Игорь Стришкин, Слуцк ТВ Юбилейные Витковские чтения Этот год, как и другие, не стал исключением. На случай не открылись 10-е майские Витковские чтения. Открытие 10-х Витковских чтений совпало со знаменательной датой в истории литературы. В этом году исполняется 500 лет белорусскому книгопечатанию. Писатель Михаил Позняков приехал в Слуцк специально, чтобы отметить важное событие встречи со своими маленькими читателями. Автор написал 53 книги для юных поклонников литературы и признался, что вдохновение для своих произведений он ищет именно у детей. Сустрекаться с детьми – это еще раз натхняться, натхняться их хороством, их частенькой, их пригожостью, их щиростью, наивной, такой пригожей, взнеслой. Еще потому, что дети читачи такие сумленные, их не подманишь, их вот таким выпадковым твором не затекаешь. Для их, как Калисти сказал классик, потребны писать деток, жертвы дорослых, а не значно лепш и тиковей. На встрече школьники младших классов удивили писателя знанием белорусской поэзии. Литератор, в свою очередь, прочел несколько своих стихотворений, небылиц и загадок, которые нашли особый отклик у публики. Кто скажите, зараз мне носит дом свой на спине. Вот сейчас я пишу про профессии. Кто кем марить быть? Например, Маша станет модельером и так далее. И мне дети, когда я читаю, мне дети подказывают, а вы про меня не написали. Я говорю, как зовут? Сегодня столько новых именов, нетрадиционных. Я записываю, и после пишу про их обовязковое. Вместе с писателем в гости приехал актер театра и кино, телеведущий Сергей Кравец. Артист в библиотеке – это тот случай, когда в читальном зале может быть нарушена тишина. Во время Витковских чтений в городской детской библиотеке хранители книг проведут литературные беседы, развлекательные программы, выставки, презентации и круглые столы, посвященные знаменитому уроженцу Случины. Анастасия Сташкевич, Алексей Корзун, Слуцк ТВ Как настоящие герои, юные спасатели проверили свои способности. Первенство района по пожарно-спасательному спорту собрало шесть команд из школьников, гимназистов и кадетов. Пять парней и одна девушка. В таком составе была заявлена каждая группа юных спасателей. Сначала участникам, чтобы определить лучшего, пришлось преодолеть стометровую полосу препятствий на скорость. На следующем этапе состязание и вовсе походило на тяжелые будни пожарных. Спортсмены со страховочным тросом поднимались по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. Борьба шла до последнего. Призеров разделили какие-то сотые доли секунды. Ребята показали отличный уровень подготовки, а после признали, что бежать в такой эстафете далеко не впервой. На этих соревнованиях я участвую уже третий год и только в этом году я смогла занять два призовых места. Победителем стать. Я бы не сказала, что это было очень сложно, но конкуренты есть. Победители были награждены кубками, дипломами и ценными подарками, которые помогут молодежи стать еще спортивнее. Хотя многим было достаточно просто оказаться внутри настоящей пожарной машины. Ребята показали сегодня замечательные результаты. Всех хотелось бы поздравить, особо выделить, конечно же, награжденных, которые заняли призовые места. По результатам этих соревнований будет создана команда Слудского района, которая будет защищать честь района на областных соревнованиях в конце мая этого года. Анастасия Сташкевич, Игорь Стрижкин, Алексей Корзун, Слудск ТВ Спортландия, приуроченная Дню Семьи, прошла в учреждениях образования Слудчины. Кто стал победителем, смотрите в нашем следующем сюжете. Сегодня в школьном спортивном зале необычная картина. На скамьях в спортивной форме сидят совсем взрослые люди. Невольно приходит в голову шутка об оставленных в 50-й раз на второй год школьниках, но нет, напротив сидят их дети. Во второй школе Слудска семейная спартакиада. Внимание! Спортивный праздник! Папа, мама, я, спортивная семья объявляется открытым! Поначалу все как и везде, минутка патриотизма, представление команд. И вот, нас удивить! Мы, Иваны, чемпионы, получаем! Иваны, картина, подпишись на Иваны на первом месте! Ну а потом начинается схватка. Рогатые шары, мячи, дартс, кажется, у строптивых учителей. Припасено все, чтобы напомнить родителям про прогуленные когда-то уроки физкультуры. Бабушки на скамейке запасных детям и внукам сочувствуют, но в бой эти не решаются. Судьи пристально наблюдают за процессом. Накал страстей по школьным меркам нешуточный. Но тут наступает музыкальная передышка. Дальше в ход идут загадки, песни детей, взрослые еще могут сбежать, но нет. Сидят, хлопают. Еще минута, и за гитару взялась сама ведущая. Женщина серьезная и обстоятельная. Ну а мы пока общаемся с руководством. 15 мая ежегодно отмечается Международный день семьи. Такие праздники у нас проводятся традиционно, ежегодно. Ни для кого не секрет, и никто не станет спорить, что семейные спортивные праздники являются лучшими мероприятиями, которые проводятся в школе. Да уж, тут семьи сплотятся так сплотятся. Воспоминаний и хороших впечатлений хватит надолго. Победила, конечно же, как всегда, дружба. Ну да, это и не так важно, ведь здесь награждают за молодость душой и любовь к своим детям. Алексей Потапов, Игорь Стрижкин, Слуцк ТВ. Слуцкий районный отдел внутренних дел предупреждает. Ежегодно с наступлением теплой погоды на территории Слуцкого района регистрируется рост краж велосипедов. За истекший период текущего года зарегистрировано 17 фактов краж велосипедов. Из них 15 велосипедов было установлено, что составляет 70% раскрываемости данного преступления. Вместе с тем имеются причины, по которым такие преступления совершаются. Во-первых, современный велосипед на сегодняшний день стоит довольно серьезных денег. Во-вторых, это небрежное отношение, порой халатное граждан к своему имуществу. Велосипеды чаще всего похищают в подъездах квартир, в тамбурах, а также оставленное без присмотра возле учреждений либо магазинов. Элементарные способы сохранения велосипеда всем известны. Не рекомендуют составлять его даже на короткий промежуток времени без присмотра и без защиты в виде замка. Более того, мы будем просить вас незамедлительно сообщать о факте хищения, если такое случится. Будет очень полезно, если сохранятся документы на велосипед, личные номера, а также его фотографии. Это существенно облегчит его поиски. Уже, мои граждане, чтобы предотвратить данное преступление, позаботьтесь, пожалуйста, о сохранности своего велосипеда. Помните, что проще предотвратить кражу, чем разбираться с ее последствиями и устанавливать преступника. Кража является одним из наиболее распространенных преступлений, с которым может столкнуться каждый человек, владеющий каким-либо имуществом. Правоохранители борются с кражами, а воры действуют все более изощренно. Несмотря на это, необходимо помнить о том, что часто собственники имущества сами облегчают жизнь ворам, забывая об осмотрительности и пренебрегая простыми мерами безопасности. Самыми распространенными видами краж неизменно остаются хищения из квартир, дач, частных домовладений, а также личных вещей граждан. Именно в общественных местах люди дают преступникам наибольшее количество поводов для воплощения злых умыслов. Образно говоря, сами дают грабителям свои денежки на блюдечке с голубой каемочкой. От кражи телефона никто не застрахован, поскольку с того момента, какими стали люди широко пользоваться, они попали в сферу внимания тех, кто хочет легкой добычи. Сейчас кража телефона является самым распространенным видом преступления. Вот так неожиданно ваш телефон, деньги или вещи могут стать добычей для преступников. Также сегодня существует проблема кражи товара в торговых объектах и рынках. В качестве воров могут выступать совершенно непохожие личности, начиная от студентов и заканчивая гражданами в весьма преклонном возрасте. Еще один из видов краж – кражи велосипеда из подъездов, домов и оставленных без присмотра на улице. В отличие от автомобиля, велосипед как транспорт практически не защищен от краж. Несмотря на постоянное усовершенствование, крепежные противоугонные замки, сигнализации и даже GPS-датчики, вопрос о краже велосипеда остается открытым. Городской пейзаж. В тротуар усеян пешеходами, вокруг полно автомобилей, улица живет своей сутливой жизнью. А велосипеда, как вы видите, уже нет. Украсть его мог кто угодно и 99% вероятности, что вор уже скрылся. А для тех, кто выбирает для передвижения железнодорожный транспорт, у нас также есть советы. Для начала следует учесть, что воры – профессионалы, и зачастую они лучше вас знают, где у вас лежат ценности. Поэтому, если вам предстоит дальняя поездка, и вы решили отдохнуть, лучше всего держать свои личные вещи при себе и не оставлять их без присмотра. Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче без присмотра. Как показывает практика, зачастую злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты и строительные материалы. В основном кражи из дач и садовых домиков совершаются в осенне-зимний период с октября по март, когда хозяева редко посещают свои жилища. В таких случаях сложно установить свидетелей преступления, утрачиваются следы преступления, у злоумышленников есть время для их устранения и для сбыта краденого. В связи с этим сотрудники милиции напоминают владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества. Не оставляйте на даче ценные вещи, увезите их с собой, установите крепкие двери и постарайтесь почаще навещать свое загородное жилище. О том, насколько серьезна проблема краж именно у пожилых граждан, милицейские сводки говорят практически ежедневно. Как правило, преступники под предлогом продажи различных товаров, вещей и продуктов питания, представляясь работниками службы социальной защиты населения, медицинскими работниками и другими лицами, проникают в жилища одиноких пенсионеров, где, воспользовавшись их доверием, совершают хищение денег, золотых изделий, медалей и иных мелкогабаритных ценных вещей. Хотелось бы предостеречь граждан от подобных правонарушений и ознакомить с ответственностью за их совершение. Так, за кражу имущества у юридических и физических лиц наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наказание от штрафа и вплоть до лишения свободы. Помните, любое преступление лучше предупредить. А ваша осмотрительность – это лучшая защита от преступника и реальная помощь милиции. Выполнение необходимых мер предосторожности поможет вам сохранить имущество и хорошее настроение. Если же преступление совершено, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Это все новости нашего региона. В следующем выпуске еще больше интересной информации. Подписывайтесь на Слуцк ТВ в наших социальных сетях ВКонтакте и Ютьюбе. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте свои интересные темы. Журналисты нашего канала готовы разобраться в вашем вопросе. Всего вам доброго!